Мы уже с вами не раз обсуждали тему так называемых выборов на временно оккупированных, на временно захваченных Российской Федерацией территориях. Почему для них это так важно? Ведь бои ведутся, территории освобождаются украинскими военными, и российские военные, личный состав, постоянно несут колоссальные потери, как в личном составе, повторюсь, так и в военной технике. Но они все равно, вопреки этому, прут, под дулами автоматов, пытаются провести так называемые выборы. Зачем? Ну, опять же, то, что у них в их политических кругах такие вот есть волнки о том, что вот эти так называемые ЛНР и ДНР даже сейчас не могут принять российские бюджеты. Потому что, по мнению российских политологов и политтехнологов, те, которые обслуживают Кремль, там нет легитимной власти на оккупированной территории. То есть сами признают оккупантов. Смотрите, то, что будут выборы 10 сентября, мы об этом узнали в 2022 году, где-то в декабре, в конце декабря, когда они изменили конституцию так называемой ЛНР и ДНР. Там же произошел фактически вот такой вот небольшой переворот. Смотрите, 30 декабря в 8.30 были приняты новые конституции так называемой ЛНР и ДНР. Депутатов туда, так называемых депутатов, вот этих сепаратистов, гоняли туда, начиная с 6.30 утра. Основная цель этих конституций было записать, что теперь Пасечника и Пушилина, главарей незаконных вооруженных формирований, будут выбирать не на всеобщем голосовании, оно и раньше было фейком, но все-таки, а в парламенте так называемой ЛНР и ДНР. То есть фактически 10 сентября 2020 года они сначала выберут так называемые местные советы ЛНР и ДНР, и уже эти местные советы будут выбирать этих так называемых глав. И тут действительно есть определенные, скажем так, мы уже сейчас видим кадровые ротации, которые произошли на временно оккупированных территориях. Если отвечать на ваш вопрос, зачем Кремлю это надо, им надо легитимизировать, чтобы пошли банковские проводки, чтобы создать полноценную сеть региональных представительств федеральных органов власти, российской власти на временно оккупированной территории. Ну и, конечно, покажать российским элитам, что они туда зашли, легитимизировались, а значит можно полноценно туда заходить. В свою очередь напомню, что в Кремле начался так называемый кастинг на политические должности в преддверии выборов на временно оккупированных украинских территориях. По источникам издания «Медуза» в рамках своей предвыборной подготовки Россия усиливает свои оккупационные администрации на временно захваченных украинских территориях и назначает там новых так называемых вице-губернаторов. На эти роли якобы отбирают любимчиков Путина, которые поддержали президента Российской Федерации в проведении спецоперации так называемой. Так, заместителем так называемого главы Запорожской области стал бывший вице-губернатор аннексированного Севстополя Сергей Толмачев, который ранее занимался организацией псевдореферендумов о присоединении к России украинских территорий, в том числе и временно оккупированного Крыма. Также упоминается назначение в администрацию самопровозглашенной ДНР Александра Костомарова. Если выборы все-таки состоятся, то большинство в оккупационных органах составят члены партии «Единая Россия». Другие представители российского парламента получат лишь по одному паре кресел, об этом пишет «Медуза». В свою очередь, я правильно понимаю, что и проведение этих так называемых выборов, это еще и работа на внутреннюю аудиторию, чтобы еще больше несуществующих побед показывать по телевизору россиянам? Естественно, они же фактически военную агрессию Российской Федерации против Украины включили во внутреннюю политическую повестку Российской Федерации. Вот сейчас есть у нас определенные связи с политологами в России. Вот эти политологи советуют потенциальным клиентам своим в России, что если хочешь делать успешную политическую корректу, ты должен обязательно пойти поработать или поволонтерить, или войти в оккупационную администрацию, или вплоть до того, что взять в руки оружие и идти воевать против Украины, для того, чтобы совершить головокружительную карьеру в российском политикуме. И вот, соответственно, они сейчас хотят все, потому что мы понимаем, что такое Луганск, что такое оккупированный Севастополь, понимаем, что люди оставляют какие-то свои насиженные места, пусть в оккупационных администрациях, меняют их на менее привлекательные, только для того, чтобы выстроить в себе вот такую карьеру. Но я вам хочу сказать, что там вот не так сейчас все просто по поводу того, что там назначают любимчиков Путина. Это, конечно, тоже имеет место быть, но сейчас на время оккупированной территории ведется борьба за распределение мест, правовластных мест в оккупационных администрациях. Можно так их активизовать. Это хиловики, это партийные номенклатурщики, которые пользуются поддержкой Турчака или Кириенка. Это местные сепаратисты, которые хотят встроиться в российские органы власти. И это кланы местных регионалов, которые даже после бегства Януковича, и даже после 5 лет того момента, когда его не существовало, они все равно оставили за собой какие-то бизнесы, какие-то земли. То есть они сейчас за них тоже сражаются, пытаются назначить своих людей в эти органы власти. Вот то, что там сейчас происходит. И то, что мы недавно увидели, как начал выплывать Азаров, начали говорить, что Януковичу с Азаровым и Медведевым надо создать правительство в изгнании, это вот как раз те посылы, о которых я говорю, компания госкорпорации российская «Ростех», которая фактически тоже хочет встроиться. В свое время, в 2021 году, у них была уже попытка бывшего министра МВД времен Януковича Нахарченко вытаскивали на интервью Russia Today к пропагандисту Красовскому, где тот давал интервью, что готов стать президентом Объединенного Донбасса. Это был конец января 2021 года. Конец января, начало февраля. То есть, вот эта пророссийская эмиграция украинских политиков, бывших политиков, которые предали Украину, которые находятся сейчас в Москве, она постоянно осуществляет попытки прийти на временно оккупированную территорию и фактически встроиться в потоки какие-то. Вот смотрите, то, что нам сказали инсайдеры. Борьба за эти посты на временно оккупированных территориях будет вестись, потому что Кремль сказал, будем датировать оккупированные территории до января 2026 года. То есть, все российские оккупанты, все спектры этих политиков, силовиков, все хочут поучаствовать в распиле этих средств. Но, как я всегда говорю, это только планы оккупантов. Знаем, что ЗСУ полностью ломает все политические планы оккупантов. Стоит отметить, что вы помните, да, так называемое голосование на пеньках, тоже там изменения в Конституции, да, по-моему, если я не ошибаюсь, Российской Федерации, обсмеивали даже внутри Российской Федерации. Так если речь идет, вы говорите, эти выборы, псевдовыборы, нужны для того, чтобы усилить политический корпус на оккупированных территориях, то, с одной стороны, я правильно понимаю, Путин пытается усилить политический корпус, поставив туда своих прислужников, но, с другой стороны, он делает еще больше для того, чтобы разорвать максимальное отношение с международными партнерами, которые и так, ну, я бы сказал, держатся на ниточке, чисто на телефонных созвонах, условно говоря. Смотрите, во-первых, они полностью хотят ликвидировать вот эти вот провластные оккупировки, которые создались за 8 лет на оккупированных территориях. Раньше под их так называемым законным конституциям главнокомандующими вот этими народными милициями, ну, пусть это хоть и, скажем так, декоративные структуры, но все равно какая-то сила есть. Был Пасечник и Бушилин. Сейчас они приняли вот в прошлом году, в конце года, эту так называемую новую конституцию и все. Полностью вот этот армейский корпус 1 и 2 перешли под командование Министерства обороны Российской Федерации. Силовики стали подчиняться, стали региональными представителями федеральных органов власти. То есть, по сути дела, по сути дела, Пасечники и Бушилин, это просто, у них отобрали всякие полномочия, вот, и, соответственно, они просто уже обессилены. А вся власть, которая сейчас находится на временах на оккупированных территориях, она принадлежит так называемым правительствам. Она принадлежит правительству. Правительством там есть подназначены определенные люди, и по конституции именно эти люди будут осуществлять управление, там, да, распределение финансов и так далее. То есть, это первый момент. То есть, Путин уничтожает вот этих вот сепаратистов, тех, которых предали Украину, они ему больше не нужны, усиливает там российскую вертикаль, силовую вертикаль. Это первый момент. Второй момент. Естественно, они поставили ставку на то, что они будут здесь идти до конца, и, естественно, он разрывает, он уничтожает и без того уже шаткую свою какую-то там репутацию в коммуникации с международными партнерами. Проводя такую политику, он показывает, что договариваться с ним нельзя, обещание его ничего не стоит, и дальше он будет только стараться обманывать с целью захвата новых территорий. Вот и все. Ну и, в свою очередь, предотвратить эти выборы, псевдовыборы, как-то сейчас международные партнеры могут. Есть ли рычаги влияния на то, рычаги влияния у международных партнеров, у Украины, на то, чтобы надавить на Российскую Федерацию, чтобы те или не проводили выборы, эти псевдовыборы, либо, я не знаю, либо просто ушли. Понятное дело, сейчас над этим работа ведется вышеупомянутыми вооруженными силами Украины в том числе. Вы знаете, я думаю, что наши международные партнеры, они немного не понимают, с кем они имеют дело. Я имею в виду Российскую Федерацию. Потому что мне достоверно известно, что служба внешней разведки уже активизировала своих агентов влияния из числа крайне левых и крайне правых общественных и политических организаций в Европе, и уже начинают потихонечку поднимать бунты в странах, которые поддерживают Украину. Поэтому тут даже вопрос не в том, что Россию надо остановить, чтобы отменить эти выборы. Россию необходимо остановить, чтобы она перестала подрывать европейскую безопасность в том числе. Это первый момент. Второй момент, что давайте вспомним в начале войны практически уже год назад. Мы и подумать не могли, что нам будут поставлять танки международные партнеры. Тогда это был предел мечтаний. Сейчас прошел год агрессии военной Российской Федерации. У нас есть эти танки. Но оказывается, поставить их можно было еще сразу. Поэтому я думаю, что и в этом случае на Россию можно надавить. И остались еще эти инструменты, которые заставят ее отменить эти выборы, уйти с этих территорий и отказаться от своих политических планов. Павел, я очень благодарен за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я напомню, Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований безопасности, был на прямой связи с нашей студией.